добрый день друзья с вами канал win condition и мы обозреваем новый выпуск м20 режиме экспресс обзора кратенько и по существу сегодня у нас зеленый пульс мураса карточка уже была в магии стала анкамоном а это значит она была замечательной теперь будет пореже играет во всех форматах вы с удовольствием поиграете и в констрактозе и в лимитеде потому что 6 жизни это дофигища существа земли это классно испанский паук проверенное надежное защитное тело в лимитед никому конечно же не нужно в констракт листворожденный друид с другой стороны это классический монодорг 3 выносливости что получше вторая выносливость и умеющий давать аж по 2 маны причем когда вас много существ а у зеленых вот иногда существ довольно много и они тоже монодорки так что вполне себе хорошая карта в лимит в констракте просто напрямую опасно то есть если там двух не дай бог поставить и к ним токенов сюда там миллион маны появляется и все очень класс сила масс раскачка весьма неплохая условное что проблема колодах на маленьких парнях с токенами работает в других нет в констракте скорее всего не нужна там есть раскачки поинтереснее по надежнее время это иногда очень даже неприятная естественный финал очередная вариация на тему эффекта как бы сломать артефакты или чары что-нибудь с этого получить 3 мана дороговато 3 жизни неплохо но скучно грабельно сайтборд на и скучно следобыт светлого леса конечно же не нужен нам в констракт иди у него все плохо стоит он миллион маны время теди это типичная карточка которую кладете 23-24 в колоду потому что в поздней игре когда вас много мана делать нечего он постепенно медленно и плохенько создает преимущество остальном собственно все но он эльф и умеет копать в карточках это значит формат бедняк может быть когда-нибудь захочет таким играть бешеный укус привет из анистрада классический зеленый римол через подраться я такой эффект никогда не любил но зеленым колодом как-то нужно убивать сейчас противника время тот карточек просто приличная конструктор бесполезно физки вы за родители с другой стороны бывают за копейку парнем 33 причем для этого всего лишь нужно как-то отправить в кладбище три земли во древних форматах делается быстро и он у вас 33 у там уже в районе второго хода довольно стабильно стандарте от практически нереально быстро сделать но второй эффект тоже замечательный потому что менять земли на ультитарные земли на земли которые что-то ломают создают оживают всегда можно в общем карточка опасные чем древний формат тем опаснее в лимитаде он ну не очень но сокращать количество в колоде и рано или поздно сам себя делает парнем 34 седло волчьего наездника продолжает серию артефактов которые заходят с токеном 33 за 4 маны это приемлемо но вот к сожалению плюс 1 плюс 1 и не очень интересный эффект с экипировкой за 3 это дороговато то есть это просто проходная карточка которую в колоде скорее всего положите поменяете на карточку получше если у вас будет более агрессивное существо играть можно но не очень в констракте никогда доступность лесного края выглядит как раз наоборот как карточка которая если будет очень хороша то в констракте где вот она и какой-то там генератора жетонов на третий ход положить трех сап роллингов я не знаю она уже там вас 55 за 2 маны это жара можно придумать колоду который будете играть и получать от этого огромное удовольствие посмотрим справиться ли с этим сильные маги всего мира прожорливая гидра карточка довольно интересная классическая гидра то есть она заходит жетонами выбирает либо найти жетона получать два раза больше чем вы оплатили что в общем неплохо либо она с кем-то дерется то есть либо ремовал на ножках либо огроменное существо и с пробивным ударом что важно для огроменных существ в констракте играть таким можно вполне себе в лимитаде вы играете таким всегда когда играете зеленым потому что ничего интереснее придумать нельзя это вам и бивень и вин кондишен и ремовал в одном лице название этой карточки будет регулярно проскакивать букву который там нет но он матерый шаман вот матерый шаман это новый стандарт большого зеленого бивня очень хороший потому что два ключевых слова у него есть пробивной удар для существ большая атака в зеленых это важно да еще и карточка дают когда он умирает все замечательно вы таким играете так играете зеленым пикаете их там пятого я может не стал брать остальных 4 с удовольствием а не нужно играть таких констракт где конечно же крушите из рощи пробивной удар все другие элементали получают пробивной удар он конечно не носорог какое-то дерево с огромным рогом не нужен в констракт где в лимитаде сам по себе неплох если другие элементали большие тоже все приятно лучи изобилия самые наверное странные лучи потому что они самые самые узкоспециализированные во первых луч остальные придуманы в большинстве случаев как некие сайтборные опции против чего-то или делающие определенную стратегию синий и вот зеленый делают свою стратегию остальные контакт стратегии противник зеленый лучи очень плотно намекают на то что они хотят сделать вы хотите ребят которые дают ману причем очень много и вы хотите с них получать очень много ман текст нижние за 6 маны за 8 прошу прощения маны конечно разложите жетоны явно сделано чтобы эти лучи хоть немножко что-то делали потому что ну вот представьте вы раздали себе их у вас на стартовый кел наварский эльф там пара друидов какая-нибудь от гилера предыдущая мы все это на стол вывалили сказать там 10 10 вам не убили римуалом и вы сидите с кучей монодорков которые дают очень много мана и собственно это все очень хотя позволяет этих монодорков очень медленно делать армию но все равно карточка предлагает стратегию довольно линейную либо получилось либо нет сезон роста глобальные чары которые позволяют получать преимущество по картам это хорошо условия конечно странное вам нужно заклинаниями целить существ своим контролем вообще зеленый довольно часто это делает да и первая часть текста говорящая что к нас что входит его предсказывать от сильно в колоде с токинами этот эффект превращается практически возьмите карточку то есть раскачивать своих токинов которых не очень жалко и входит много жертва в каждый ход какой эффект такой имеете и вот тогда да в этом карточки берете и выбираете очень-очень быстро ваш кого-то превращается в очень качественная наборка пока не уверен как это использовать но call карту или довольно сильно во всех форматах покров лето завершает наш цикл на зеленый последний из главных цветов цикл карточек которые не любят другие цвета в этой карточке тоже прекрасно все нельзя отменять давайте себе просто парчеустойчивость от синего и черного еще и карточку можно взять если противник просто играл хотя бы нужный цвет карточка очень классная использовать ее можно довольно опасно естественно в лимит она послабее но все равно как не уциклиться в некоторых случаях поверливает сиротопс ну в мягкий намек на то что некоторые карточки не нужно было печатать изначально но раз уж не печатали давайте как на них отвечать так мы не можем быть отменены на защита от синего и мы получаем ускорение пример карточка сильно то есть 5 маны 54 приемлемые параметры защита цвета это дополнительный бонус не контримость еще один дополнительный бонус из главные способности для больших существ то есть пробивные удары ускорения у нас есть захват бесплатный бонус я не знаю как этот динозавр получает захват видео просто огромный может рогами достать до неба карточка запредельного си формат цикл роста довольно интересная раскачка качает прилично ты то что стоит на манку дороже чем этот эффект обычно стоит оттеняет тем что если вы подрафтили или собрали колодец таких много раскачку нас будет аж на 5 что довольно приятно ловчий паук не нужно вам конечно в касты земли методи хорошее защитное существо которое разберет любого летуна практически которого встретить скорпион делает то же самое с любым не летуном и опять же не нужно абсолютно в конструкции смертельное падение просто убивать любой тюна классическая карточка нужно в общем в драфте чтобы было интересно не очень нужна в лимит это обычно вы играете кем-то римова ваших колодок даже себе зеленый шаман могильщик с другой стороны позволяет вам втасовывать карточки в кладбище в общем любое количество интересный довольно эффект значит в лимит это он неплох хорошие статы замешались и мы римовал обратно в колоду играем дальше в констрактаде его эффект очень сильно зависит от состояния на столе я пока не очень представляю как это с пользой использовать все-таки зеленый цвет за три маны хочет больших бил необычных ктисты пожирать себе новый стандарт у нас существа за 6 маны теперь мы 77 беспособыт что лучше чем 66 только в констракт но конечно же нужен где-то не всегда у вас торжества зеленого леса уже была в 19 бедительный стиль в 2-2 ничего классного в этой карте нету ни в одной форме дикий призыв карточка интересная чары плюс 2 плюс 2 приз 2 маленькие параметра но то что карточка с мигом конечно делают ее таким хитрым комбатрика вы типа выиграли бой и ваш существо осталось побольше ну схватит рим и волну неважно но уже съела в бою существо против конечно мне нужна связь волчьего рода продолжать передать привет из анистрада слишком дорогая чара для конечно же констрактада в лимиту да и сделать существо себе побольше и получить еще одно существо это классный эффект для команда вы хотите такими играть не очень большим количеством таких карточек конечно но в конце концов они друг друга включают всегда можно на токена повесить эту чарку получить волка 4 4 и волка 2 2 элементаль который разросшийся хочет какую-то плотно колодный элементарях умеет выкладывать жетон другого элемента я получаю жизнь за смерть расти к другие умирает в общем сам все неплох вряд ли очень нужен в констракт от потому что в констакте он потребует колода где там 30 элементарий где тогда все очень неплохо в противном случае не очень время то то же самое но попроще в конце концов ему приличные параметры достаточно хотя бы одного другу который что-нибудь с ним сделает то все работал в констакте повторяю если кого-то в 30 элементарий заиграть он там может и будет и садник терновника рыцарь зеленый захват 56 опять же очень хорошие статы запить маны что как-то просто разгоняет то есть показывает 5 карточек и кладет землю на стол замечу любую не базовую а просто любую землю то есть он скорее всего попадет и скорее всего вас разгонит а учитывая что он сам зеленый скорее всего на 5 хоть делать а где-то на 4 когда умирает он поднимает любую карточку с вашей к с вашего кладбища вам в руку но не в руку в наверно библиотеке извиняюсь чуть похуже на неважно просто преимущество да не по карте напрямую но по качеству карточка который возьмете в общем делать карточка практически все очень интересен и в рампах и в других какими дражовых колодах будем смотреть как он будет использовать 2 на рай уже опять же был в этой игре это разгон и стабилизация по хи точкам ищет перманент что иногда важно карточка интересная может вполне все играть во всех форматах среди лесной поляны камон один-два за одну ману тут уже стало скучно но то и жизни друзья на входе в игру это целое заклинание практически то есть это хорошая сайдовая карточка против агрессивных колод против монорайдов выставили такую на первый ход он кого-нибудь там неважно кого заблокировал и вот уже там сэкономили себе жизни 6 примерно вполне себе неплохо да еще элементарь к тому же с которыми большая синергия в этом 20 базовом выпуске у нас намечается время тот он чуть похуже потому что если ваш противник играет не гиперагрессии то вы просто плохое существо поставили а жизни там могут быть несколько важным бронтодон возвращается не карта не покинет видимо очень долго на стандарт карточка хорошая статы прикольные замечательный по формате древнее чем стандарт конечно же не забывающий гигант слишком дорогой чтобы вообще рассматривать его где-то кроме лимита до время-то диеты такой хороший финиш этаж 9 силы за 7 маны и сам он еще с захватом потому что огромный в общем все классно и легендарка наша зеленая 87 за 6 маны бдительный другие гидры стоят аж на 4 дешевле и когда заклинание колдуется в наше существо он еще и дерется как только узнал что наших бьют моментально на его голова такая об кому там развесить замечательная карточка очень сильный в лимита понятно просто выигрывать сама по сессии не убивают в констракт от на как вам сказать 8 7 за 6 маны это не шутки бдительность тоже не шутка то есть он не просто встает он так бы у него была проблема вот такого поставить сходи в атаковом в ответ к там монарод носовал тучи этих так нет конечно спокойный стул держит и еще в лицо пробивает скидка гидр на 4 я не знаю году как как думать вообще нужна за чем-либо но карточка довольно странно скорее себя в конце конечно нет элементарь проснувшихся корней у нас на шесть паны 55 сильно хуже чем предыдущая карточка но зато умеет живет землю за 5 зеленых то есть прям вот моно зеленая колода нужна оживляет землю причем не до конца хода просто оживляет как низа только покруче и вот в колоде с низ и такой даже неплохо то есть куча земель можно сделать огромными парнями они все еще элементарии будут если это важные синергии но время такая карточка выигрывает конечно если активирует хотя бы одну землю скорее всего в констракте все сложнее он ничего не делать на входе в игру погромная туша умирает отремовала в общем также классно охотник ночной стаи с другой стороны были так очень опасная карта в констракт иди именно в лимитаде если дальше мига не было текстом все равно был бы класс а дальше мига там тексту google представьте существо вы можете складывать вход противника но 4 4 за 4 что уже классно ваши другие существа типов растут что бывает и еще если вы не складывали ничего в свой ход он делает вам существо 3 3 но потому что на 2 2 но плюс 1 плюс 1 3 3 парня представить его в колоде с каким-то контр заклинаниями или с рим валом несложно вход противника который не поставил ничего агрессивное он получает волка ваш ход этот волк сходил просто в атаку и сказали ходите получили волк 3 3 дальше там выберите любой вход противник убили существо по контре или заклинание неважно в свой ход опять ничего не складывали получили еще волк 3 3 вот уже выигрываете то есть ничего не нужно делать нужно просто играть новинными заклинаниями которые отменяют или убивают короче очень сильная во всех форматах вивьен новые итерации значит у нас в зеленом плейнс волкере тоже уже известный персонаж 4 маны чертая лояльность опять первая способность не работает без существ но смысле не работает ее можно плюсовать без существ в отличие от сорина например она неэффективна бессущественно столе ну пробивный удар неплохо и два существа тоже драться за минус это довольно прикольно учитывая что можно убивать плейнс волки вот и драться я конечно сказал привычки нет там обратные повреждения там наносится просто ваше существо бьет кого-то и в ответ не получает возможность слазить в сайдборд во время партии довольно интересно интересно в первую очередь для арены где есть формат до 1 победы без сайт борта где просто вас плюс дополнительных 15 карт в колоду получается интересно в форматах довольно древние где это существо есть но есть проблема друзья у нее этой способности как бы нет по умолчанию то есть если бы я стартовая лояльность было 5 или это способность стоило бы 4 претензий бы не было за 4 маны слазить сайдборд но этот честно в нашем случае она должна выйти два раза разложить жетоны кому-то и только потом слазить за карточкой это потом очень часто не будет случаться и она же это карточку в конце концов не в стол кладет а в руку поэтому все предельно честно карточка просто не сильно злобный щенок довольно мило опять же любая карточка делающие два тела довольно ценное но все равно слишком слабо для констракта кентавр ремонт и 3 неплохо время тут не более того преодоление это слабая веран но а веран то веран карточка заканчивающий очень часто партии но все равно только время древошкуры трой с другой стороны это парень за диваны 33 то весьма весьма и еще умеет контрить себя заклинание разочек за это самый жетончик то тоже весьма весьма тот факт что он жетончик откуда еще может получить еще по конце заклинания дополнительный бонус и сильный хастрат и время этот карточка просто нужно найти применение зеленый призыв интригующая карта ну это карточка дающие две карточки неплохо мгновенное заклинание тоже неплохо 5 маны не так уж и много а то что она позволяет найти существ от двух разных это вообще классно то есть ты тютер и небольшое преимущество по карточкам зеленый ценят такие эффекты довольно часто правда обычно за меньшее количество мамы если проблема это все про констракт лимитед эта карточка хороша если у вас колоде три а то и четыре очень крутых существа две бомбы и два просто хороших бивня это нормально может таким играть просто два хороших бивня такая уж хорошая карточка это был весь зеленый цвет друзья надеюсь вам понравилось подписывайтесь на наш канал и вин кондишен с удовольствием снимет все цвета до конца это часть конечно цикла видео мы обозреваем весь сет если вдруг вы наткнулись случайно это видео найдите остальные если вам нравится напишите в комментариях и сам не нравится напишите в комментариях будьте клевым играть в комментариях и и и и и